Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 12-й том. Тема «Семья». Вопрос. 2747. Нужно ли признаваться жене, мужу, в измене, если действительно искренне хочешь сохранить семью? «Достаточно ли покаяться только перед священником, не говоря о грехе жене, мужу?» Ответ Игнатия Латкина. Этого бы не должно быть в среде христиан, но, однако, грех обладает силой притяжения. И бывает не просто измена, а с вывертом. 1 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену, отца своего. Если совершенный грех абсолютно скрыт, тогда лучше не говорить, но всей жизнью, своим поведением доказать, что ты осознал происшедшее. Отныне будь тихим, и в услужении своей половине только не переусердствуй, чтобы не пало подозрение. А чего это он, она, так вдруг стал, стала прогибаться? Уж не было ли там чего, чтобы дух ревности не обуялся жителя? Числа, 5 глава, 14 стих. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Василий Великий, правило 9. Женам же обычай повелевает удерживать мужей своих, хотя они прелюбодействуют, и в блуде суть. Посему не знаю, может ли прямо прелюбодействую «Нарещися, живущая с мужем, оставленным своей женою?» Ибо здесь обвинение падает на оставившую мужа. По какой причине она отступила от брака? Ибо если потому, что бита была и не стерпела ударов, то подобало лучше претерпеть, нежели разлучаться с сожителем. Если потому, что не стерпела утраты имения, и сей предлог недостоин уважения, если же и потому, что муж ее живет в блуде, наблюдения сего не имеем в церковном обычае, но и от неверного мужа не повелено разлучаться жене, а пребывать с ним по неизвестности, что последует. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 1 Коринфянам 7 глава 16 стих. Посему жена, оставившая своего мужа, есть прелюбодейца, если перешла к другому мужу. А муж, оставленный, достоин снисхождения, и сожительствующая с ним не осуждается. Если же муж, отступив от жены, возьмет иную, то и сам он есть прелюбодей, потому что вынуждает ее прелюбодействовать. И живущая с ним есть прелюбодейца, потому что отвлекла к себе чужого мужа. Василий, великий правило 34. Жен прелюбодействовавших и исповедавшихся в том, по благочестию или каким бы то ни было образом обличившихся, отцы наши запретили явными творить, да не дадим причины к смерти обличенных, но повелели стоять им с верными без приобщения, доколе не исполнится время покаяния. Карфагенский собор, 52 правило. На всякого жекающегося, если преступление его было явное и гласное, смущающее всю церковь, да возлагаема будет рука в притворе храма. Стихотворение Прихоть Она и при бедности может ужиться, желая добыть, что узрел мимолетно, в прикуску, как будто безвредно, но это большая ошибка. Рождается злобная зависть, но как бы в нагрузку. Живи неприхотливо, В том и застанут врасплох привычная смерть или вор злободневный. Совсем обеднеть, к сожалению, так и не смог. На бедности Стратиться было не лень бы. Не надо смеяться и внукам показывать пальцем, что вера меня довела до бесславной получки. Зато за чужое не смог никогда я попасться. Спокойная совесть, что может на свете быть лучше? Искать своего, то есть пользы своей, неоглядно. Кто знает такое, пусть выйдет, меня обличит. С корыстью поповское не сяду на поле, что рядом. Голодным не спал, хоть без масла, свои калачи. Своенравности кольца на срезе толстеют, Они в обличении за пьянство, обжорство, Что стал двойником у подушки с постелью И чувствовать стал, что кровать не по росту. Приехать, всегда настоять на своем. Кому из друзей может нравиться староупертость? Пальцы, и те выпирают с упреком вдвоем, Себя восхваляют, а не в упряжке с пятеркой. Послушно в смирении советы святых прижимать, Совсем соглашаться, что Библия нежно предложит, Душой с Моисеем, а значит, для прихоти будет резня. Отречься себя, свою я под саван на смертное ложе. В борьбе с эгоизмом нет счета сражением, Где проигрыш часто сойдет за победу, Осмеян, подверженный стал пересудом мишенью, И, думая лидером стать, оказался последним. Рожденному свыше любая борьба по плечу, Его чувствования слитны с христовым желанием. По всем векселям безотрадно за прихоть плачу, За диких ослиц, где от юности прыгал со слами. 12 апреля 2005 года, игла, Игнатий Лапкин, Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов.